здравствуйте уважаемые слушатели у микрофона максим лапицкий в эфире эхо стокгольма независимая радиостанция вещающая на коротких волнах из шведской столицы со мной сегодня в студии историк и философ андрей горин а также наш гость фредрик грандленд работник компании банков напомню что наша станция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет провайдера банков вскоре после начала российской агрессии против независимой украины и сегодня 20 марта 23 года полномасштабная война продолжается 390 дней в этой программе финляндия в нато швеция вне последствия и анализ ситуации после того как президент турции эрдоган одобрил финское членство в организации новые правила международного валютного фонда открывают путь к миллиардной помощи украине международный валютный фонд меняет свои правила кредитования чеченская правозащитная ассоциация вай фонд сообщила что представителю ассоциации в швецию и дрису юсупову более не угрожает высылка из швеции решение в его экстрадиции отменено и дело будет пересматриваться у нас сегодня как я уже сказал гость в студии фредрик грянленд сотрудник компании банков побывавший недавно в украине встречавший там множество украинских сотрудников разработчиков компаний живущих и работающих у себя на родине несмотря на продолжающуюся войну в этой программе также мы поговорим о господине путине и его военных преступлениях за которые он привлечен к международному суду в гааге поговорим о информационно-аналитическом центре сова который был ликвидирован решением минюста российской федерации выслушаете эхо стокгольма худший возможный исход для швеции серьезная неудача для шведского правительства никакого другого вывода нельзя сделать когда президент эрдоган сейчас утверждает финляндию они швецию в качестве члена нато об этом говорят многие шведские политические аналитики в частности эксперт шведского общественного телевидения маскнуться он говорит когда подавляющее большинство в ригсдаге в прошлом году решила что швеция подаст заявку на членство в нато важным аргументом было то что произойдет это вместе с финляндией если финляндия присоединится швеция нет это может иметь негативные последствия для политики безопасности швеции считали многие политики и эксперты сегодня никто не знает когда членство швеции в нато станет реальностью ратификация со стороны венгрии задерживается неизвестно насколько однако большинство людей воспринимают турцию как самое большое препятствие для членства швеции в североатлантическом альянсе правительство надеется что турция ратифицирует швецию где-то в июне в преддверии саммита нато в вильнюсе в начале июля однако произойдет ли это пока не ясно если турция решит не ратифицировать членство о швеции в альянсе в июне окончательное объявление может быть отложено до конца этой осени или даже до следующего года это был бы кошмарный сценарий для шведского правительства говорит мацк нутсен который выделяет членство в нато как самый важный вопрос для национальной безопасности швеции в то же время некоторые аналитики считают что несмотря на это швеция сегодня находится в более безопасном положении чем до подачи заявки несколько весомых стран нато дали швеции гарантии безопасности то есть устное обещание помочь в случае нападения после заявления турции о добре для финляндии в минувшую пятницу швеция может оказаться окруженной странами нато что вероятно повысит безопасность швеции говорит о том что риск военной конфронтации в районе балтийского моря сегодня меньше чем год назад война на украине развивалась для россии не очень удачно значит ресурсов для расширения конфликта в акватории балтийского моря практически не осталось хотя есть несколько явных недостатков того что швеция остается вне нато когда в организацию вступает финляндия во первых предполагается что риск возрастает поскольку россия попытается различными способами сорвать или остановить процесс вступления швеции в альянс с помощью различных форм операций влияния другое швеция как и единственная страна не имеющая гарантии безопасности в районе балтийского моря в таком случае не имеет гарантии безопасности со стороны на страховки представленные швеции различными странами не являются обязывающими с другой стороны пятая статья устава нато о гарантиях взаимной обороны является обязательной страна подвергшаяся нападению должна быть защищена однако учитывая географическое положение швеции нато все же может быть заинтересована в том чтобы давать отпор в случае военной агрессии стратегическое расположение готланда посреди балтийского моря чрезвычайно важно для нато и вообще шведская территория имеет большое значение чтобы иметь возможность добраться например до финляндии стран балтии в гипотетической военной ситуации вот таков анализ политического эксперта шведского телевидения маца к нутсона еще одна новость новые правила международного валютного фонда открывают путь к миллиардной помощи украине международный валютный фонд меняет свои правила кредитования чтобы иметь возможность утверждать пакеты поддержки для стран испытывающих исключительно высокую неопределенность из-за внешних факторов сообщают международные сми ожидается что это решение проложит путь к новой финансовой поддержке украины которая подала заявку на получение пакета поддержки в размере 15 миллиардов долларов от международного валютного фонда в заявлении международного фонда говорится что изменение правил касаются стран чьи факторы неопределенности исходят извне и находятся вне контроля экономической системы украина в заявлении конкретно не упоминалось но по данным агентства рейтерс изменения правил были разработаны после переговоров с украинскими властями о новом финансировании еще одна новость чеченская правозащитная ассоциация в iphone сообщила что представителю ассоциации в швеции идрису юсупову более не угрожает высылка из швеции решение об его экстрадиции отменено и дело будет пересматриваться дело представителя ассоциации в iphone в швеции идриса ранее пережившего жестокие пытки являющегося преследуемым лицом российским режимом в лице кадыровской преступной власти получила новое продолжение пишет в iphone в своем телеграм-канале не совсем победа но уже очень позитивный шаг в деле нашего сотрудника миграционный суд при административном суде в гетеборге постановил что все ранее принятые миграционным ведомством решения должны быть аннулированы а само дело должно быть пересмотрено ранее идрис получал всевозможные отказы так как ему не верили несмотря на невероятно большую поддержку всемирно известных правозащитных организаций его активную политическую деятельность которая была доказана после пыток и шантажа семья идриса бежала в швецию теперь спустя девять лет шведское миграционное ведомство хотела его депортировать и вот отменяет это решение мы продолжаем передачу эхо стокгольма и теперь немного о позитивные новости пришедших дней о привлечении гражданина путина в в международному суду в гааге за военные преступления андрей горин пожалуйста решение международного уголовного суда в отношении владимира путина и уполномоченный при нем уполномоченный по правам ребенка российской федерации которая непосредственно ответственно за депортацию украинских детей с захваченных оккупированных территорий собственно перемещенных в россию это событие последствия которого пока трудно себе представить даже даже в полной мере разумеется сразу после после выхода этой новости произошел всплеск комментариев и рассуждений на эту тему однако подлинное значение этого в большом масштабе как исторического если угодно события об этом пока об этом пока мало кто говорил я хочу высказать некоторые соображения приходящие приходящие на ум по этому поводу может быть мы их обсудим во первых это шок для российского населения вспоминается здесь в свое время книга посетившего россию еще при николае первом маркиза кюстина французского французского путешественника которая стала на такой образцовый образцовый для своего времени пощечиной вскрывающий унизительный характер и анахронизм анахронизм того режима который в свое время утверждал николай первый справедливо названный жандармом европы да владимир путин создает и стремился создавать стремился создавать подобный подобный миропорядок в котором он мог бы быть этим жандармом определяющим или позволяющим или не позволяющим те или другие процессы происходящие в других странах но вот это вот собственно говоря ассоциация ассоциация с астольфом для кюстином мне кажется очень очень важный потому что унижение властителя эта трагедия рабов да ведь им в отличие от народа в других стран не удалось не удавалось ничего подобного сделать по отношению к собственному если угодно диктаторскому режиму а как интересно им рассказывают об этой трагедии им уже наверное рассказывают об этом как о победе с ухмылочкой как он любит тут есть две по-разному да совершенно верно это 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 один полюс подачи подачи этой новости а другой другой это это дискредитация дискредитация собственно говоря органов международного уголовного суда постоянное подчеркивание что это как высказался даже путинский преступник вячеслав володин что это де органы другой планеты это очень очень яркая очень яркое рассуждение потому что российский режим тоже иногда выглядит по крайней мере в глазах в глазах российского населения тоже как будто учрежденный какими-то какими-то выходцами с марса органы другой планеты но тем не менее по моему 123 государства будут обязаны его арестовать в случае вот появление на их территории правильно международный уголовный суд это орган нашей планеты да от которой от которой путин и и российский режим с которой путин и российский режим находится находится в ситуации цивилизационного конфликта но это это если угодно такое репутационное репутационное событие да потому что с одной стороны все понимают что никто завтра не возьмет путина за шиворот и не сдаст его если угодно судебным судебным приставам в гааги поэтому вся кремлевская пропаганда собственно и и маневрирует между уже упомянуты игнами крайностями от от непризнания международного уголовного суда и всяческого шильмования а чего по сути дела шильмование шильмование системы международного международного правосудия это это специфичное насколько я понимаю конечно не не являясь юристам но пытаясь пытаясь в этом разбираться это это до сих пор крайне сложная и не до конца не до конца органично входящая в систему национального и сопрягающаяся с системой национального права надстройка, ее шельмуют. Ну, они давно уже зашельмовали, например, ЕСПЧ, уже отказались от его юрисдикции, то есть уже это же не первый шаг в их шельмовании международных юридических организаций. Ну, там дело обошлось, не то чтобы обошлось, таких особых шельмований я не встречал. Это просто был выход, соответственно, из обязательств России в Совете Европы, соответственно, что и привело к выходу из-под обязанностей по исполнению решений Европейского суда по правам человека. Эти аспекты подчеркивают все большую и большую несовместимость с точки зрения неправового характера путинского режима. Неправового характера. Ну, мы уже в неправовом характере, по-моему, режима давно. И тем не менее, тем не менее. Это еще одно подтверждение, да. Мы продолжаем об этом упоминать. И вот это же предопределяет усилие Кремля по усилению, то, что называется словом, рессентимент, да, по отношению к свободным странам, отделение себя и демонстрация собственной несостоятельности, как некоторое квазидостижение. Как некоторое квазидостижение, но, по сути дела, опять же, связанное с этой риторикой, так называемой, так называемой автарки и суверенной вот этой вот в кавычках демократии, да. Потому что демократия не может быть суверенной. Это универсальные принципы, которые подразумевают, в данном случае, международное сотрудничество и сотрудничество в том мире, в котором мы живем. Ну, здесь нет сюрпризов. Но, с другой стороны, российский истеблишмент, если угодно, возможно, начнет как-то предпринимать определенные меры, предпринимать определенные меры в связи с этим ордером. И вот недавние скандалы вокруг фонда борьбы с коррупцией и, соответственно, в среде русской оппозиции на Западе являются тоже признаками вот этого процесса, который сопряжен с уголовным преследованием и именно с правовыми претензиями по отношению к Путину и преступным функционерам путинского режима. Поэтому сейчас для Запада будет большой ошибкой, если он не сформулирует и не представит последовательный план делегитимации путинского режима, опять же, в перспективе той самой десоветизации, депутинизации, о которой мы постоянно говорим, чтобы не оставить лазеек для сохранения институтов преступного режима, персоналей и бенефициаров, тех, кто получает от всего этого выход, выгоду собственности, за которую пойдет основная борьба. Вот это вот то, что сопряжено, соответственно, с решением международного уголовного суда. В противном случае вот это вот в кавычках русская матрица, имперскость, антиличностность, она будет продолжать воспроизводиться. В этом плане десоветизация и депутинизация сегодня начинают подразумевать и требовать того, что можно назвать рационализацией. Рационализацией, рационализацией устремлений и встраивание этого в вот этот вот правовой, в частности, правовой, в частности, диагноз по последовательному выявлению и привлечению к ответственности и указанию уже сейчас на неотвратимую ответственность соучастников путинских преступлений. Сверху донизу. Спасибо, Андрей. Вы слушаете «Эхо Стокгольма» и, наверное, еще несколько новостей из страны террориста, теперь уже как бы официально признанный на волнах «Эхо Стокгольма». Министерство юстиции России потребовало ликвидировать информационно-аналитический центр «Сова». «Сова» — это информационно-аналитический центр, это правозащитная организация, которая прежде всего была сосредоточена на вопросах свободы совести, отчасти сопряженных с национальным, с этнонациональным компонентом. То есть эта структура, выпускавшая в частности, я помню, и был неизменным, неизменно изучал пространные ежегодные обзоры положения свободы и совести в России, которые Центр «Сова» подготавливал на протяжении многих лет, в части равноправия, доступа или присутствия различных религиозных движений и направлений в публичном пространстве, дискриминации, преследовании, выявлении типов преследований, в конечном итоге ограничивающих свободу совести. Сегодня основным нарушением, издевательски, как это часто бывает с путинской правоприменительной практикой, признано проведение центром мероприятий вне региона регистрации. Он зарегистрирован как московская организация. Соответственно, в иске, который Министерство юстиции России направило в Московский городской суд, об этом, собственно говоря, и упоминается. В Центре «Сова» говорят, что очередная волна нападок началась в сентябре 2022 года, когда на российском телевидении вышли сюжеты с критикой Центра «Сова», в частности, за якобы русофобию, противодействие традиционным ценностям и сотрудничество, они пишут в кавычках, не с теми партнерами, и за критику Центром «Сова» неправомерного применения и злоупотребления правом в поправках и в правоприменительной практике российского законодательства. И разные карманные, непонятные, мутные путинские организации, как Общественное движение «Ветераны России» направляло жалобы на Центр в Следственный комитет ранее, ведь именно по доносу «Ветеранов России» в отношении сотрудников Международного мемориала возбудили дело о реабилитации нацизма, об этом мы тоже говорили. А Центр «Сова» еще в 2016 году одним из первых внесли в реестр иностранных агентов Минюста. И вот сейчас эта организация, которая рассматривает вопросы национализма, ксенофобии, взаимоотношений религии и общества, и, что очень важно, злоупотребление правом в так называемом антиэкстремистском законодательстве России. Вот сейчас Министерство юстиции стремится ликвидировать ее организационно. Хорошо, спасибо, Андрей. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, диапазон 31 метра, частота 9670 кГц. Мы вещаем в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по московскому времени. Выкладываем программы на платформах Телеграм, Саундклауд и Apple подкаст. И сейчас мы поговорим с гостем нашей студии. Это Фредрик Грандлюнд, сотрудник компании «Банхоф», побывавший недавно в Украине, встречавший множество украинских сотрудников-разработчиков, компаний, живущих и работающих у себя на родине, несмотря на продолжающуюся войну. Великолепен, Фредрик, тель вольпреграмм. Вы посетите нынешний Украину и говорите о этой реле. Я журналист и я работал долго на Оланди. Это Финляндия, но шведскоговорящая Финляндия. И я, как журналист, очень хотел поехать посмотреть, что происходит в Украине. И вот эта поездка состоялась. На Оланде сейчас очень много украинских беженцев тоже, которые там скрываются, спасаются от войны, и поэтому была как бы связь непосредственная. Я приехал в Украину из Польши, попал сначала во Львов, потом был в Киеве, потом был в Херсонии, в Днепро. И целью моей поездки было не столько разговаривать о том, что происходит в окопах, что происходит на самой войне, сколько поговорить с обычными людьми, живущими там, украинцами, почувствовать, что происходит в стране. Но, что происходит, конечно, когда я был в Украине, и даже во время ситуации, особенно в Саурии, в Киеве, в Киеве, в Киеве, Афальскрик будет эффективно на многих существах. Когда мы были в Шерсон, то я и мой толк, что я был артиллерий. Я был артиллерий, я думаю. Я был артиллерий, который не был в артиллерии. Мы посылали бусторг в Шерсон. Мы были в артиллерии, которые были в артиллерии. Это было видно, что русский стиль был в артиллерии. И особенно впечатлили посещение Запорожья и Херсона, где человеческая жизнь постоянно находится под угрозой. Это особенно чувствовалось в Херсоне. Куда мы приехали, сразу же попали под обстрел. Мы попали под обстрел на автобусной станции. Мы были на автобусной станции, но уже вскоре после того, как мы оттуда уехали, туда прилетела российская... Что это было? Ракета. Это была не ракета, это был просто снаряд артиллерийский. Снаряд прилетел по автобусной станции. Украина. И это было тоже очень важно, когда мы говорим о Украине. И интересно, когда разговариваешь с украинцами, практически никто не понимает, какую же цель преследовала Россия, Путин, когда они развязали эту войну. Потому что никто не понимает этих геополитических целей, о так называемой денацификации или демилитаризации Украины. Они не понимают конкретно, почему же все-таки это произошло, почему эта война вообще началась. Это очень сложно. Вы говорили о Путин, и о секресполитических интересах. Это очень сложно понять, как это может быть какой-то преимущества для Руссии. В этом году Руссии. Вы собирали все европейские календы и НАТО. Вы говорили о том, что Финнинг и Финнинг, но это конечно же будет. Да, и сейчас мы вот тоже думаем о том, что все же чего же добилась Россия, чего добился Путин тем, что он развязал эту войну, при том, что НАТО объединяется, НАТО расширяется, и вот сейчас Финляндия вступает в НАТО, и Швеция, безусловно, тоже будет членом НАТО. Скоро уже совсем по-любому. То есть Путин сделал то, что он объединил весь западный мир, включая Соединенные Штаты и Европу против себя. И можно сказать, что Европа никогда не была настолько едина в этом противостоянии, как сейчас. и многие европейцы сейчас говорят о том, что Украина это центр или сердце Европы. И еще несколько лет назад, многие финны или шведы, в принципе, не могли даже показать, где Украина находится на карте. в том числе, что украинцы, русские граждане, украинцы, 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 украинцы. И одновременно с этим сотни тысяч уже россиян, которые погибли в этой войне, и непонятно зачем, и никто не понимает, что это такое вообще. И то, что сделал Путин, Он создал этот скепсис по отношению к россиянам, хотя никогда не было никакого скепсиса по отношению к россиянам, был скепсис по отношению к власти российской, но не к россиянам, и он создал это тоже, это специальное отношение к русским людям здесь, в Европе и в мире. Фредерик, ты встретил некоторые сотрудники в Банхове, которые живут в Украине и не хотят оставаться в стране, я прошу Фредерик рассказать немного о встречах с сотрудниками компании Банхов, которые работают в Украине, не хотели выезжать, остались там. Одним из моих заданий в этой поездке было как раз встретить сотрудников Банхове, там их около 20 человек работает в Украине, продолжают оставаться там жить и работать. Банхов объявлялся от эвакуирована, прямо в предыдущих войск, после интенсива от предыдущих в Украине. Некоторые сотрудники, Банхов сразу после, еще до начала войны, предложил эвакуировать сотрудников Банхов. Некоторые согласились с этим, приехали в Швецию, некоторые из них уже вернулись обратно в Украину, некоторые поехали работать в Польшу. И вот задачей моей было встретить просто-напросто этих людей, посмотреть, как они себя чувствуют, хорошо ли все с ними, и немножко может быть вместе с ними там побыть и понять, что происходит. И также можно показать, что они интересуют Банхов, Банхов, в Украине, в этой войне, как наши украинские сотрудники. То есть компании просто нужно было понять, как себя чувствуют сотрудники фирмы там, в Украине, в этой войне. Я описываю, и то, что они говорили, очень часто было действительно ужасно. Мы, у нас несколько сотрудников, которые были в Ирпене и Буче, именно в тот момент, когда туда наступали российские войска, вернее, даже чеченские формирования туда наступали, на эти города. И нам удалось документально подтвердить то, как российские войска обстреливали мирное население, обстреливались с гранатометов, обстреливали из автоматического оружия. И самое, наверное, жуткое впечатление было в Ирпене. Это были дома полуразрушенные, которые окружали детскую площадку. Все эти дома были в той или иной степени разрушены от артиллерийского или другого огня. Это были обычные жилые дома. И там абсолютно точно не было солдат, которых стоило стрелять. И вот подобное человек видит практически везде в Украине. То есть ощущение, что Россия воюет действительно с гражданским населением Украины. Я уже работал как военный корреспондент. Я был на Балканах, видел войну. Но сравнить с тем, что... Сравнить с той жестокостью, которая происходит со стороны России в Украине невозможно. И невозможно не допускать той мысли, что Путин и его режим... Они сделали это, хотя и против Украины, но в первую очередь против себя самих. Потому что невозможно сейчас представить, что Россия когда-либо станет опять уважаемым государством. И, конечно, большой вопрос, почему российский народ позволяет Путину вот это все делать, позволяет... Он остается у власти. И, конечно... Но, Фредерик... Возможно, мы закончили это, но... Возможно, какой-то важный вопрос из этой религией? Возможно, что ты встречал в Украине? Как ты рассказал? Я спросил у Фредерика, какие самые ощущения у него острые были от этой поездки. Он говорит, что их было много, этих острых ощущений, встречи с людьми, с которыми вместе переживали эту трагедию, с которыми вместе плакали, с которыми вместе жили этот момент. Так, с вами Ки Фредерик и Ду Комп Терво Студио. Спасибо. Спасибо, спасибо, что вы пришли. Мы благодарим сотрудника Банхов Фредерика Грандленда за участие в программе «Эхо Стокгольма». И еще немножко, Андрей, у тебя есть еще какие-то новости из Российской Федерации под финал нашей программы? Я, собственно, хочу вспомнить о разного рода праздниках, которые миновали некоторое время назад. И о разного рода постановках, которые происходили в российских школах. И вот в Татарстане, в Казани, большой шум наделало видео со школьного праздника, в котором мы видим, как школьников, по сути дела, заставляют выбрасывать руку в зиговании, в нацистском приветствии, в такт припева песни «Я русский». И вот это напоминает о том, что нечто большее, то, что невозможно приписать злому умыслу, вполне можно объяснить глупостью. И вот вся эта акция, она выглядит, как будто спланированной диверсией против российской территориальной целостности, если можно так выразиться. Сейчас, как только что и Фредерик говорил, уже невозможно себе представить Россию уважаемым государством. И это потому, что ассоциации с преступным гитлеровским режимом настолько прочны, что преодолеть вот этот вот кризис можно и придется, только как в свое время в Германии в 1945 году полным переучреждением государства. И вот я смотрю на то, что происходит в Татарстане, который находится в перманентном скрытом конфликте с федеральным центром из-за статуса татарского языка и других обстоятельств. А теперь еще вместе со всеми страдает от международных санкций ради путинского, в кавычках, русского мира, к которому отношение татарского, если угодно, мира тоже как минимум сложно. Видимо, этих противоречий недостаточно, поэтому казанских детей заставляют зиговать под песню «Я русский». Если это кажется нам недостаточно сумасшедшим, то можно приглядеться, и мы увидим, что вот под эти завывания «Я русский» «Зигу» выкидывают девочки в хиджабах, и это дополняет еще сюрреалистичность этой картины. Те, кто не понимает, каким образом будет происходить, в частности, переучреждение государственности и разрыв с государственной преемственностью, с нынешним преступным режимом, как именно это будет происходить, когда у федерального центра закончатся деньги и влияние в регионах, которых, если угодно, заставляют проделывать подобные штуки, то вот этот недавний ролик содержит максимально четкий и однозначный намек. А что, они прямо вот так зигуют, и что это за такое приветствие? Ну, это какое-то такое выбрасывание руки вперед и вверх, да, это старое… — Как будто пионерское, да? — Похожее на пионерское, да, но у пионеров нам это было как бы согнутая в локте рука, да, а вот это вот дискредитированное нацистами римское приветствие, которое мы иначе как зигованием не можем называть, да, оно именно дискредитировано, и в данном случае вот это все вместе, все вместе представленное, да еще и вдобавок в, еще раз, как я говорю, в татарском регионе, девочками в хиджабах, выкидывающими, значит, зигу под песню «Я русский», это потрясающее сочетание, которое ничем другим, который не может существовать естественным образом, если угодно, да, и тогда, когда ситуация начнет нормализовываться, это однозначное указание на перспективу последующей регионализации, сецессии, сепаратизации. — Можно назвать это просто раздроблением этой страны. — Можно назвать это и так. — Множество государств. — Да, и возникновением. — Другое сейчас видится с трудом. — Возникновением. — Не видится с трудом этой большой русской государственности. — Новых независимых государств на этой территории. — Да, это становится неотъемлемым требованием последующей десоветизации. А десоветизация является неизбежной в ситуации возвращения этих территорий к нормальному, если угодно, существованию в современном мире. — Спасибо, Андрей. Это была передача «Эхо Стокгольма». Вью готовили Максим Лапицкий и Андрей Горин. У нас в гостях был Фредрик Грандлюнд. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц. В 10 вечера по Киеву и в 11 часов по московскому времени мы выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. Всего доброго, друзья, и до встречи в эфире. — До свидания. — Спасибо. — До свидания. — Спасибо. — Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»